Разберем две важные темы. Первая тема это почему Россия тратит на оборону 7 процентов, а Европа 2 процента, но нам пережить такие траты проще. И вторая тема это чистка в министерстве обороны. Подведем некоторые промежуточные итоги. Итак, когда люди слышат, что Россия тратит на оборону очередную сотню миллиардов, то они применяют к этому процессу свою бытовую логику. Но вот пришел человек в магазин, купил бутылку молока за 100 рублей, с этого момента молоко стало его собственностью, а 100 рублей безвозвратно ушли хозяину магазина. Когда молоко закончится, нужно будет взять следующие 100 рублей и снова безвозвратно отдать их магазину. Так работают траты на нашем житейском уровне. Но на уровне государства все работает несколько иначе. Вот государство выделяет миллиард на пушки. Куда идут эти деньги? В идеале деньги пойдут как-то так. Первое оружейному заводу, который изготавливает пушки. Второе железной дороге, которая доставит готовые пушки на фронт. Третье специалистам, которые будут обслуживать пушки. Ну и так далее. Возьмем теперь какой-нибудь отдельный пункт. Например, первый. Оружейный завод получает деньги от государства, куда он их тратит. Первое на закупку металла для пушек. Второе на оплату электроэнергии. Третье на оплату труда рабочих и так далее. Опять берем любой пункт. Закупку металла, например. Эти деньги в конечном итоге пойдут. Первое на зарплату рабочим металлургического завода. Второе на оплату электроэнергии металлургического завода. Третье на налоги металлургического завода. Четвертое на транспорт, который доставит готовый металл на оружейный завод и так далее. Опять рассмотрим любой пункт. Например, электроэнергию. Там деньги пойдут на зарплату работников ГЭС, ТЭЦ, энергетиков, инженеров, плюс на закупку оборудования на других заводах и на налоги. Короче, как бы глубоко мы не проваливались в этой денежной цепочке, выяснится, что все деньги в конечном итоге будут потрачены на различных предприятиях. На зарплаты, на налоги, на прибыль предприятия. С первыми двумя пунктами все понятно, а не во благо. Налоги напрямую возвращаются в бюджет России. Зарплаты тем более хорошо и тут даже не нужно объяснять почему. Короче говоря, деньги, которые государство миллиардами вваливает в оборонку, рано или поздно оказываются в карманах простых граждан либо в бюджете. Повар на танковом заводе получает зарплату и потом идет в парикмахерскую. Парикмахер берет эти деньги и идет в кафе. Официант из кафе, на полученную зарплату покупает молоко, работник молочного завода идет и так далее. Эту цепочку можно продолжать бесконечно. Деньги растекаются по экономике, а оборонка просто точка входа денег в эту самую экономику. Единственный вопрос может возникнуть в пункту прибыль предприятий. Тех же заводов, фабрик, электростанций и так далее. Думаем, к этому же пункту можно присовокупить и коррупционную составляющую. То есть просто украденные деньги, которые не дойдут до зарплат простых людей и не пойдут на налоги. Как быть с этими, выведенными из оборота деньгами? Еще несколько лет назад этот пункт был большим злом, потому что большая часть этих денег оказывалась за границей. Шел мощный отток капитала из страны. Условно, государство выделяло миллиард, но с него только 60-70% шло на зарплаты и возвращалось налогами. А 30-40% утекали за границу и больше не возвращались в карманы граждан. Однако на данный момент Запад сам выпилил нас из мировой финансовой системы и перепугал всех наших миллиардеров арестами яхт, вилл и прочего имущества. Выводить деньги за границу стало не очень безопасно, поэтому гораздо большая их часть стала оставаться внутри страны. А что это значит? Ну вот директор завода заработал миллион на госконтракте. Куда пойдут эти деньги? Допустим, эти богатые люди строят себе большой дом и тогда эти заработанные деньги рассекаются по описанной высшей схеме на зарплаты рабочим на разных уровнях. Даже закупка материала это тоже в конце концов чья-то зарплата. Или они не хотят строить дом, а хранят деньги в банке на фамилии родственника. Банк этими деньгами пользуется и выдает кредиты, ипотеки. Таким образом деньги снова вливаются в экономику, рано или поздно доходят до карманов граждан. Короче, что мы хотим сказать? Даже если государство выделяет огромные деньги на что-то, это в любом случае полезно, если только деньги не уходят за рубеж. Во всех остальных случаях они все равно крутятся внутри экономики и распределяются среди людей, просто разными способами. Теперь возвращаемся к заявленной теме. Почему Россия тратит 7% на оборону легче, чем европейским странам тратить 2%? Да потому что у нас есть собственный военно-промышленный комплекс, собственные ресурсы, собственная энергетика. Таким образом государство тратит эти деньги не в условном мировом магазине, оно их вкачивает внутрь самого себя. А как обстоят дела у большинства стран Европы? Во-первых, у них почти нет своего ВПК, большую часть оружия они покупают, ну у США у тех же. То есть выделенный Польшей миллиард на танки прямиком пойдет в США и будет потрачен на зарплаты американских, а не польских рабочих. Во-вторых, у них почти нет ресурсов и энергоносителей, поэтому даже если Германия производит какое-то там весьма скромное количество танков, металл и газ для их производства все равно нужно закупать за биржом. Так что страны Европы как раз таки и находятся в условиях в магазинах. Деньги на оборонку они отдают безвозвратно, покупая все за границей. Именно поэтому 2% на оборонку где-нибудь в Польше и 7% на оборонку в России это две большие разницы. Можно привести еще такой примитивный пример. Представим, что существует магазин, в котором продается абсолютно все, от еды и одежды до бытовых и даже медицинских услуг. И работники магазина по условиям договора могут тратить всю зарплату только внутри этого магазина. Больше нигде и ни на что. Как вы думаете, какую зарплату им может платить хозяин? Да почти любую. Пусть даже зарплата будет миллион в месяц, все равно этот миллион будет потрачен внутри магазина и вернется хозяин. Более того, ему даже выгодно будет платить большую зарплату, потому что так у его магазина будет большой оборот. Но если это правило отменить и позволить работникам закупаться где-то еще, вот тогда зарплата не может быть бесконечной, потому что она будет утекать от хозяина. Надеюсь, такой пример понятнее. А теперь перейдем к неудобной правде. Подведем промежуточные итоги двух с лишним лет общественных военкоров из-за телеграм-каналов критики генералов из Министерства обороны. Как они их там называли? Паркетные генералы, вороватые генералы, Арбатский военный округ, самшелые генералы, неготовые к современным боевым действиям генералы и так далее. Вы, если эти два года в интернет заходили, сами видели, что мы дальше перечислять аппетиты будем. Какие у нас исходные позиции? Ну то есть накопленный по состоянию перед майской революцией в Министерстве обороны. Три основных объекта интернет-народной критики. Первое. Шойгу, генерал некадровый военный. Второе. Герасимов, генерал кадровый военный. Третье. Лапин, генерал кадровый военный. Идем дальше. Три основных объекта противопоставления, ну то есть как бы хорошие правильные генералы и вожди. Первое. Пригожин. Второе. Генерал Суровикин. Третье. Генерал Попов. Есть еще относительно известные широким народным массам и тоже положительно подаваемые в инфополе генералы. Теплинский и проявивший себя Мордвичев. Но целенаправленного, похожего на информ компанию работу сеток, раскручивания их положительного образа, как в случае трех вышеназванных, нет и близко. Скажем так, естественный положительный фон, не более. Наступает май 2024 года и великие потрясения в Министерстве обороны. Аресты. Шойгу, Герасимов, Лапин, верно же? Ну раз, а ведь военкоры говорили, а ведь им не верили. А что в реальности? Первое. Иванов. Вообще не генерал, и не полковник, и не майор. Гражданский служащий. Государственный советник первого класса. То, что у него есть мундир? Так это мундир госслужащего. Кстати, с пресловутыми мундирами можно ознакомиться прямо на сайте Министерства обороны. Вот та самая серая парадная униформа госслужащего Иванова, не имевшего отношения ни к замшелым прогрессивным генералам, ни к правильно-неправильно руководящим боевым действиями. Обвинений Иванова в информполе было много. Вот только основными обвинятелями были, будем объективны, Навальнято из ФБК и блогер из страны 404 Шарий. Отечественными зет-патриотами и военкорами и пригожинцами обличался по остаточному принципу. Второй посаженный, Кузнецов. Да, реально военный генерал. В круг сколько-нибудь часто упоминаемых при борьбе с Министерством обороны вообще не входил. Есть подозрение, что часть военкоров о нем и не знала до ареста. Третий арестованный, Шамарин. Да, кадровый военный генерал. В круг сколько-нибудь упоминаемых при борьбе с Министерством обороны тоже не входил. И тоже есть подозрение, что часть военкоров о нем и не знала до ареста. Четвертый арестованный, Попов. Подавался и подается и после ареста обличителям Министерства обороны как пример честности. Возвращаемся к первому пункту. Основными объектами обличений со стороны тех, кто сейчас пишет про «мы же говорили, а нам не верили». Первое. Шойгу. Посажен. Только вот есть нюанс. В кресло Патрушева-старшего. Секретарем Совета Безопасности России. В часы, когда Шойгу уже был снят с Министра обороны, но еще не назначен на должность секретаря Совбеза, некоторые «мы же говорившие» бросились делать из этого выводы. Фальстарт он такой. Шойгу назначают на должность из первой пятерки по доступу гостайне. «Мы же говорившие» превращаются в «мы не обосравшихся». Но некоторые не сдаются, выходят на 80-й уровень инсайдерства и начинают объяснять, какой вообще-то неважный пост секретаря Совбеза. Один из военкоров называет пост секретаря Совбеза «кукольным», буквально так и сказано. А если даже и был важным, то при Патрушеве из-за веса Патрушева. А сейчас это всего лишь фиговый листочек для сохранения лица Шойгу. После чего выясняется, что за секретарем Совбеза не только сохраняются полномочия, бывшие при влиятельнейшем Патрушеве-старшем, но еще и ФСВТС, то есть Федслужба по военно-техническому сотрудничеству. Выводится из подчинения Министерства обороны и отныне курируется секретарем Совбеза, то есть Шойгу. А сейчас смотрите, какой бред пишут военкоры. Ну, то есть типа, когда кто-то заврался или проворовался, но посадить этого человека Путин якобы не решается и боится ради минимального сохранения лица этого лишившегося доверия человека, ну, то есть типа Шойгу. Снимают с должности Патрушева-старшего, сохраняют доступ к Шойгу тайне на уровне президента и переводят под кураторство опального лица внешнюю торговлю вооружениями. Понимаете весь бред, который пишут эти военкоры? Вот цитата Пескова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, что Сергей Шойгу на посту секретаря Совбеза безопасности России будет куратором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, но не ее непосредственным руководителем. Идем дальше. Второй, кого постоянно обсирают всякие военкоры и телеграм-каналы, Герасимов. Он остается на своем посту. Главы генштаба. Третий, кого обсирали военкоры, Лапин, назначается командующим воссозданного Ленинградского военного округа, единственного, у которого большая часть внешней границы граница со странами НАТО. Теперь подведем промежуточные итоги. Тут ничего личного, у нас инсайдов нет, мы просто баланс открытых фактов подбиваем. Все эти военкоры уже много дней подряд кричат «мы же говорили, мы давно обличали, а нам не верили». А оно подтвердилось. Что теперь скажут охранители? Охранители ничего от себя не скажут, они просто зафиксируют. Первое. Из трех генералов основных объектов двухлетней критики со стороны мы же говоривших Z-военкоров арестован никто. Понижен никто. Двое из трех получили новые должности, сравнимые или выше прежних. Третий сохранил высшую должность в иерархии кадровых военных. Второе. Из четырех основных арестованных генералов, один вообще не генерал и основным объектом нападок не был. А если и был, то не у тех. Двое не были хоть в сколько-нибудь заметной степени объектами критики Z-военкоров. Четвертый был объектом сладкосиропного пиара военкоров. В общем, уважаемые зрители, не перепутайте, они же говорили с «они не обосрались». Виновность и невиновность Иванова, Попова, Кузнецова, Шамарина и прочих, если еще будут аресты, будут установлены судом, а не уровнем громкости криков телеграм-военкоров.